Что будет в новой серии Любовь, Логика, Месть? Поговорит ли он с Миртом Азаном? Будет ли раскрыта игра Чеглы? Сможет ли она развестись с Азаном Шаглой? Будут ли Азан и Эсра вместе? Все и многое другое теперь в нашем видео. Прежде чем перейти к нашему видео, если вы хотите, чтобы Азан и Эсра были счастливы, не забудьте поделиться нашим видео. Хотя беременность Шаглы реально, теперь выяснилось, что ребенок не от Азана. Однако ни Азан, ни Мерт об этой ситуации не знают. Однако, когда Чинар оказал давление на Чеглу, Чегла должен был рассказать о событиях. Хотя Чинар хотел рассказать, сначала она не могла ничего сказать из-за других событий, которые вмешались. Однако о беременности она узнала от Мерт Чинар. Затем он встретился со Шаглой и попросил рассказать ей правду о ребенке. Шагла, с другой стороны, сказала, что она придумала эту ложь, чтобы избавиться от Мерта и быть Сазаном. Хотя сначала Мерт поверил, когда он поговорил с адвокатом Чеглы Эбру, он узнал, что она действительно беременна. Он знал, что Мерт Чегла не был с Азаном, пока он был на яхте. Поскольку она знает, что была с ним раньше, она думает, что с большой вероятностью ребенок будет от нее. С другой стороны, Азан и Эстра планируют разоблачить ложь, которую сказал Шагла. Однако первый шаг плана, к сожалению, терпит неудачу, потому что Чинар понимает ситуацию. Позже, благодаря найденной ему все подсказки, выясняется, кто такой Мерт. Мерт же злится, потому что Чегла постоянно откладывает встречу с ними и хочет пойти в компанию и поговорить с Азаном. Чегла, с другой стороны, очень волновался из-за этого шага Мерта. Мерт пройдет в компанию и встретит Азана, но ничего не скажет о малышке. Азан увидел Мерта, когда тот попал в аварию на дороге, и притворство Шагла, что они встречаются, только добавила нового к лжи Шаглы. Собрав все это вместе, Эстра и Азан Шагла поймут, что лгут обо всем. Он будет считать дни, чтобы расстаться с Азаном Шагла, который объединяет все, что произошло. Однако, поскольку ему абсолютно необходимы доказательства, чтобы быть уверенным в отношении ребенка, он попытается получить некоторые доказательства от Чеглы и таким образом открыть дело. Несмотря на то, что Азан и Эстра действуют вместе в этом процессе, Эстра не позволит Азану приблизиться к ней. Хотя они и строят планы вместе, Эстра будет держаться подальше от Азана до развода. А теперь давайте вместе посмотрим, что произошло в последнем эпизоде. Чегла и Мерт встретились, и Мерт спрашивает, когда ты скажешь, что ребенок его. Тем временем Эстра издалека наблюдает за беседой Мерт и Чеглы. Хотя Чегла конкретно заявляет, что она не беременна, она солгала только, чтобы избежать развода с Азаном, но Мерт не верит в это. Спорив некоторое время, он сердится и уходит от Мерта. Между тем, когда Азан звонит Шагле и спрашивает, где он, Шагла вынужден лгать снова и снова. Однако Азан не очень верит в Шаглу. Между тем, поговорив с Чеглой, Ченар узнал, что ребенок не от Азана. И он считает, что Азан должен знать об этой ситуации. Когда Шагла приходит в компанию, она внезапно чувствует боль. Прямо у входа стоит Эстра, и она не может стоять, когда видит ситуацию со Шаглой. Он немедленно берет Шаглу за руку и отвозит его в больницу. Тем временем Ченар пришел рассказать Азану, что произошло. Пока они разговаривают, звонит Эстра и рассказывает о ситуации Шаглы. Ченар и Азан немедленно отправляются в больницу. Тем временем Эка купил старую мебель после того, как покрасил дом. Из одной такой мебели выходит старая карта. Тем временем Эльф получает известие о том, что она получила полную стипендию от музыкальной академии в Вене. Пока Эстра ждала Шаглу в больнице, она думала о потерянном ребенке. В это время приходит врач и говорит, что Шагла в хорошем состоянии. А потом приходит Азан и Ченар и узнают ситуацию от Эстры. Затем они покидают больницу со Шаглой. После того, как Эстра покидает больницу, она отправляется к Зейна. Зейна говорит, что не доверяет Чигле. Эстра рассказывает, что видела Шаглу днем. Зейна настаивает на том, чтобы она рассказала Азану все, что произошло. Сидя на яхте, Азан пытается вспомнить ночь, когда он провел с Чиглой. В это время звонит Эстра и хочет встретиться. Азан немедленно приходит к Эстре. Когда Эстра рассказывает, что произошло, Азан в гневе хочет немедленно уйти. Но Эстра изо всех сил пытается успокоить Азана и заявляет, что они должны спокойно остановиться и подумать. Затем Эстра говорит, что у нее есть план, и они должны действовать соответственно. Когда Чигла говорит, что очень рада, что Азан попал в больницу, Ченар заявляет, что сегодня она собирается все рассказать Азану. Шагла очень сердится, и мы братья. Вот почему мы должны поддерживать друг друга. Он также пытается обмануть Ченара, говоря, что если вы хотите Эстру, вы должны скрыть эту ложь. Тем временем Азан звонит Чигле и говорит, что после больницы я много думала и мы будем жить вместе, пока не родится ребенок. Шагла, с другой стороны, не может поверить в то, что услышала от Азана, и очень счастлива. Так начался план Азан и Эстры. Тем временем семья Эка и Эртен отправилась за сокровищами. Однако место, которое демонстрирует клад, находится внутри дома Зем Рудханам. Как они расскажут об этой ситуации Гэжи Цумрут, полное разочарование. Когда Азан приходит за Чиглой, Ченар спрашивает, почему он передумал. Азан, с другой стороны, утверждает, что это из-за состояния Шаглы. Она также спрашивает его, что он должен сказать себе сегодня. Пока Ченар собирается рассказать о том, что произошло, Чигла приходит, и Ченар ничего не может сказать. Когда Азан приводит Шаглу домой, Шагла очень рад. Азан, с другой стороны, заявляет, что он оставил прошлое, и кладет снежный шар, который он купил у Эстры, в ящик. На следующее утро, когда Азан продолжает свое счастливое семейное фото, Чигла спрашивает, почему он внезапно изменил его. Азан заявляет, что осознает серьезность инцидента после того, как попал в больницу, и заявляет, что он должен быть с ним во время этого процесса. Шагла, с другой стороны, ничего не подозревает, потому что видит все как розовое. Ченар, с другой стороны, очень нервничает, когда говорит со своим отцом о Чигле. Хотя его отец и подозрителен, он говорит коротко и в гневе немедленно идет в компанию. Когда Азан идет в компанию, он очень хорошо выглядит со Шаглой. Шагла очень счастлив, особенно когда они вместе появляются перед Эсрой. Мусажи сходят с ума, когда видят вместе Шагло и Азана. Когда он идет к Азану и спрашивает, что случилось, он узнает ситуацию и расслабляется. Затем все идут на собрания компании. В конце встреч Азан просит у Эсра отчеты. Однако, когда Эсра заявляет, что это не так, Азан очень злится, как и планировалось. Затем он зовет Эсру в свою комнату. Между тем, Шагла очень счастлив из-за такого отношения Азана. Пока Эсра и Азан разговаривают в комнате, входит Шагла. Шагла говорит, что нашла дом, чтобы заставить Эсру завидовать, и хочет вместе присматривать за ними. Затем выходит Эсра и занимает ее место. Азан и Шагла отправились присматривать за домом. По дороге телефон Шаглы снова звонит, и Шагла больше не отвечает. Когда Азан спрашивает, что случилось, его сзади сбивает машина. Когда они спускаются и смотрят, они понимают, что человек, который ударил их сзади, это Мерт. Шагла, увидевшая перед собой Мерта, не знает, что делать. Но авария небольшая. И Мерт уходит, извиняясь перед Азаном. Однако Шагла очень волновался. Когда они идут смотреть дом, когда Азан идет поговорить с агентом по недвижимости, Шагла сразу же звонит Мерту. Мерт настаивает на встрече. Хотя Шагла не хочет этого принимать, она вынуждена принять, когда она угрожает Азану. Тут приходит Азан и говорит, что дом свободен. Тем временем Эсра ужинала с Чинаром после встречи. Тем временем Азан отправляет сообщение и предлагает встретиться вечером в ресторане. Когда Азан идет вечером к Эсре, он говорит, что слышал кое-что из того, о чем говорил Шагла. Согласно тому, что он слышал, он заявляет, что понимает, что кто-то хочет встретиться со Шаглой. Он говорит, что под предлогом поедет в Анталию, чтобы дать ему возможность встретиться. Позже, когда Азан говорит, что ужинала с Чинаром, на этот раз Азан ревнует Казану. Он посылает Азана, говоря, что ему пора идти, хотя ему очень тяжело. Тем временем семья Эртин и семья Карфали отправились за сопровищами. Проводя исследование в недавно найденном месте, они находят сундук. Но тут же приходит полиция и арестовывает их всех. Тем временем Мзюм Рудханам сообщает Эка, что Элиф едет в Вену. Когда Азан возвращается домой, он говорит Шагле, что собирается в Анталию. Шагла утверждает, что будет ждать его дома. На следующее утро Азан выходит из дома, чтобы отправиться в Анталию. Увидев в этом возможность, Шагла немедленно звонит Мерт и говорит, что хочет встретиться. Азан звонит Эсре и говорит ему, что он вышел из дома, и они ждут переезда Шаглы. Тем временем Элиф разговаривает с Эка. Когда Элиф заявляет, что обещала Эка и не хочет ехать в Вену, Эка снимает кольцо с ее пальца и передает его Элиф. И Эка говорит, что у тебя больше нет обещаний, ты можешь расслабиться. Шагла собирается покинуть компанию, а Азан ждет снаружи, чтобы она сделала шаг. Пока Шагла покидает компанию, Эсра внезапно садится в машину Азана. И они вместе следуют за Шаглой. Шагла входит в дом, и Азан и Эсра ждут их снаружи. Немного подождав, подъезжает машина, и Эриф Бейченар выходит из машины. И Эсра, и Азан очень удивлены. Однако они понимают, что Шагла каким-то образом узнала ситуацию. Ченар действительно узнал о событиях и сообщил Чегла. Шагла, похоже, тоже собралась провести семейный день со своим отцом и братом. Пока Эсра и Азан обсуждают случившееся, Муса звонит им и говорит им немедленно приехать в компанию. Сказав, что это важно и что он не может объяснить по телефону, он просит их срочно приехать. Когда они идут в компанию, Муса рассказывает, кто такой Мерт и что произошло между ними Чеглой раньше. Когда Эсра видит фотографию Мерта, она говорит, что она такая же, как мужчина, которого она видела в парке. Затем Азан говорит, что встретил его на днях таким же образом. Тем временем Мерт звонит Чегле и заявляет, что он пошел в компанию и что он решит события с Азаном. Хотя Шагла говорит не делать этого из-за сильного беспокойства, она не может заставить его слушать. Теперь Мерт обратился к компании. Вы также можете поделиться нашим видео с друзьями, чтобы они могли следить за тем, что происходит в нашей серии. Мы подошли к концу нашего видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. До свидания.